МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марины Бартини. Вас здравствуйте. И сегодня в выпуске. 25% армавирцев сделали прививки от гриппа. Достаточно ли такое количество людей для создания иммунной прослойки? Об этом расскажет Наталья Замора. Житель Армавира получил письмо счастья от армавирского участка «Газпром». Чем недоволен пожилой мужчина, смотрите в сюжете Юлии Денишкиной. Видно, не видно, видно, не видно, кто играет в прятки с инспекторами ГАИ. Расскажет Юлия Чернышева. И в начале выпуска к главным темам. В этом году в Армавире появилось несколько километров новых дорог в асфальтовом исполнении. Это часть большой муниципальной программы по облагоустройству. Дорожная организация в настоящее время работает в нескольких районах города. Все подробности далее. На одних участках идет ямочный ремонт, на других дорожное полотно перекрывается полностью. Рабочие говорят, что установившаяся погода помогает в укладке асфальта. Не будет ухабов теперь и на многих внутридворовых территориях. Здесь строители делают тротуары, кладут новый асфальт на автомобильные дороги, идет замена бордюрного камня. В мэрии говорят, что со временем асфальтовый кладчик дойдет до каждой улицы, которая нуждается в ремонте. Для того, чтобы Армавир был городом безокраин, нам еще очень много предстоит всем сделать. Наверное, мы только в начале пути, потому что проблемных вопросов, связанных и с ливневками, и с ремонтом тротуаров, с ремонтом дворовых территорий, очень много. Мы их все знаем. Все вопросы, которые перед нами поднимают жители на сходах, мы их формируем в программу и потом пытаемся по программе выполнять. Глава Армавира Андрей Харченко после осмотра территории в северном микрорайоне внес ряд предложений строителям, которые они обязались учесть. Делать тротуар до солдат с выходом на дворовую территорию. Сразу его такой же предусматривать, пускать его вдоль дома и выводить туда на следующий ручный дом. В Армавире при поддержке краевых властей сформирована программа реконструкции и капитального ремонта уличной дорожной сети. В рамках этой программы в 2012 году планируется выполнить ремонт дорог в Армавире на 70 миллионов рублей. К другим новостям. Грипп – инфекционное заболевание, которое люди зачастую не считают серьезным и ошибаются. Окружающим вирус передается больным человеком воздушно-капельным путем. Основной мерой профилактики специалисты считают вакцинацию. Об этом и говорили на совещании в мэрии города. Наталья Замура послушала. В Роспотребнадзоре Армавира бьют тревогу. Горожане не привиты от гриппа должным образом. А это значит, иммунная прослойка не создана. Суммарное количество привитых граждан должно составлять не менее 40%. В Армавире же эта цифра не дотягивает даже до 25. И это крайне низкий показатель, говорят специалисты. Управлением Роспотребнадзора введен ежедневный мониторинг за вакцинацией. Ежедневный прирост будет отслеживаться. То есть сегодня мы показали прирост по сравнению со вчерашним днем всего 3%. Крайний, опять крайне низкий прирост. Вакцина от гриппа в городе есть, а вот желания у людей прививаться нет. Многие армавирские предприятия не то чтобы проявляют инициативу по участию в прививочной кампании, они попросту отказываются от нее. Причины чиновникам непонятны, однако они намерены активизировать работу в данном направлении. В данный момент мы с руководителями обсуждали, будут дополнительно созданы прививочные бригады. И соответственно за субботу они тоже работают у нас. И с вторника план этот у нас однозначно будет повышен значительно, активизация. То есть момент раскачки у нас уже закончился. Особое внимание на совещание уделили и вакцинации детей. Наступили осенние каникулы. Это значит, что своевременно привить школьников не получится. Руководство городских поликлиник в свою очередь пообещало, что с этой проблемой они справятся. Как отметили на совещании, за последние два года в Армавире вспышек эпидемии гриппа не зарегистрировано. И все это благодаря согласованным действиям различных структур. Просьба, конечно, всем обязательно привиться и привить своих родных и близких. То есть прийти либо в поликлинику, прийти либо в детском саду, либо в школе. Не препятствовать этому процессу вакцинации. Ни в коем случае. Потому что риску подвержены все. И пожилые граждане, как особо такие нуждающиеся с ослабленным здоровьем. И дети, и трудоспособное население. Наталья Замура, Александр Пензев. Служба новостей Армавира. Почему же горожане не желают прививаться от гриппа? Ответ на этот вопрос на улицах Армавира искала наша сыночная группа. Ну не доверяют люди медицине современной. Я так думаю. Потом много же передач идет о прививках по телевидению. С информацией о том, что не все прививки проверены. Поэтому люди относятся с недоверием. Я так считаю. Хотя я лично ребенку своему делаю уже много лет подряд. Потому что ложная информация идет у людей. Неправильно доносят. Вакцинироваться нужно. Не доверяют качеству прививок. Качеству вакцин. Я знаю прививки качественными вакцинами. Потому что я сама недократно была свидетеля без действия. Боятся, наверное. Я сам не люблю прививки. Я отказываюсь. Ну может не качественные. Просто прививки. И вот и все. Не верят. Это люди. Я думаю вакцинацию следует проводить. Так как я сама тоже студентка в медицинском колледже. Учусь. И это думаю никак не вредно. А наоборот. За только. На дворе вторая декада ноября. Отопительный сезон так и не вступил в свои полные силы. Но квитанции по оплате ЖКХ с довольно удивительными суммами. Гражданам высылают завидные. Регулярностью и точностью. Кто виноват и что делать. В этой ситуации попыталась разобраться и Юлия Денишкина. Пользовались газом как обычно и ожидали лишь небольшого повышения цен на голубое топливо. И уж совсем не такого. Пожилому мужчине, проживающему по улице Карла Липнихта, пришла квитанция об оплате жилищно-коммунальных услуг. В которой четко прописано. К оплате за газ за официально неотапливаемый октябрь необходимо выложить 1229 рублей. Площадь квартиры в ЖКХ всего 25 квадратных метров. На термометре внутри помещение 24 градуса тепла. За окном 12 со знаком «плюс». 59-летний Владимир Прохоров живет в однушке с отцом-пенсионером и не может понять, за что ему выставили такой счет. Звонил в Армавирскую метеостанцию, чтобы узнать, какая средняя температура была в октябре. Ведь если за окном тепло, зачем попусту расходовать газ? В октябре месяце с 15 по 31 наблюдалась средняя температура 14,9. Бывало, она доходила до летних значений, бывало, опускалась до осенних. Но в среднем она была выше средних многолетних. Потому что за октябрь месяц, по многолетним данным, температура должна быть 10,9. А у нас наблюдалось 14,9. То есть выше на 4,5 градуса. Также в день получения квитанции Владимир Прохоров звонил по номеру телефона, указанному в бланке. Но внятного ответа так и не получил. Октябрь месяц. Температура до 30 градусов доходила наружнее. Ну, может, там 18-17 ночи. Ну, не запомнишь. А прислали квитанцию на оплату. 1229 рублей. За что? Чтобы разобраться, за какой такой газ в октябре придется раскошелиться герою нашего сюжета, мы обратились в Армавирский участок «Газпром Межрегион Газ». Люди немножко недопонимают самого нормативного начисления. То есть касается мое разъяснение сегодня для тех абонентов, которые имеют индивидуальные отопительные приборы, но не имеют газовых счетчиков. В основном эта категория граждан и жалуется. Население согласилось с тем, что лучше норму оплачивать все-таки с 1 октября по 31 апреля. Что и было сделано. Это получается у нас полных 7 месяцев. То есть получается, что абонент просто обязан оплатить 72 кубических метра за 1 квадратный метр площадь. Идеальный вариант и для поставщика газа, и для самого населения – это установка, конечно, приборов учета газа. Деваться некуда по федеральному законодательству. Такое недешевое удовольствие, как газовый счетчик, к 2015 году должен быть установлен в каждом доме и квартире. Юлия Денежкина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Они ночуют, где придется, едят, что придется. И средства на проживание – скромные подаяния сердобольных граждан. Так ли это? Лица без определенного места жительства. Что мы знаем об этих людях? Дарья Топчева познакомилась с одной из них. У людей, которых мы видим каждый день на улицах, когда-то была семья, любимая работа, собственный дом. Сейчас они выживают. Конечно, нередки случаи, когда попрошайничество продиктовано ненуждой, а нежеланием человека что-то изменить. Некоторые даже организуют свой бизнес. Об этом не раз рассказывали по телевизору. Однако, это не про Гаю. Эта 76-летняя женщина оказалась на улице не по своему желанию. Раньше она жила в доме для престарелых, из стен которого Гаю забрал сын со своей женой. После же его смерти невестка не захотела делить жилплощадь со свекровью. С тех пор Гая – бомж. Русские говорят, просто шатаюсь. Ночевать негде. Где выгодит, а где добрые люди ставят. О доме для престарелых Гая говорит, что там чисто и хорошо кормят. Да вот одна беда. Друг друга кусают люди. Попадают, если в комнате два человека, если один храпит, спит, а другой не может спать. Я всю ночь не спала. Просла, не ворю. Вы меня переселите куда-нибудь в другое место. Я говорю, она спит, я не могу спать. И всю ночь я не сплю, а потом сонная, сижу на улице или болтаю сонная. А мы, у нас все такие, говорит, мы не можем. Дому для престарелых Гая предпочла улицу. В своих предпочтениях или скорее нужде она не одинока. С каждым годом на улицах города появляются все новые и новые лица. Как-то определиться в сложной ситуации лицам без определенного места жительства могут помочь в Управлении социальной защиты населения. Граждане без определенного места жительства обращаются в Управление для получения помощи. Мы им оказываем содействие в восстановлении или в оформлении документов. По их желанию они направляются в отделение ночного пребывания, которые расположены по Краснодарскому краю. Конечно, к сожалению, в городе Армавире такого отделения еще пока не существует. Если у них появляется возможность оформить регистрацию временную в городе Армавире, мы их можем определить в отделение временного пребывания и затем в дома-интернат для престарелых инвалидов. С наступлением холодов лицам бомж становится все сложнее. Голоду добавляется еще и холод. А на улицах, куда выходят попрошайки, не всегда все настроены доброжелательно. Поберухи, побираются. Нельзя заработать самим. Купила петрушку, перевяжи и заработай. Вот, пожалуйста. А то развели нищету у нас. Милость у нее подавать им не надо. А если подавать только хлеб или печенье, ну такое, что это съедобное. Деньги ни в коем случае. Пробивают, дети заставляют специально, чтобы детки ходили и собирали. Я не знаю, что их заставляет, но не знаю, наверное, совесть во всех есть. Не позволит просто так выходить на улицу. Но возле церкви я подаю всегда. Вот такое неоднозначное отношение у населения. Многие уже, наверное, и привыкли. И сидящие на земле люди кажутся вполне естественным дополнением уличного пейзажа. Здесь мало дают. Вот видите, никто не подходит, проходит мимо и все. Ну так кто, если сожалеет, пожалеет, поможет. Заставляют только голод, холод и... Голод, главное, голод и холод. Ну, холод, ну, как-то на вокзале стараешься пережить. А вот холод невозможно. Гая призналась, что мечтает пожить последние пару-тройку лет нормально. Как человек в тепле и уюте, может, у нее получится. А пока мимо проходят люди, и лишь иногда к старой доброй мисочке подтянется чья-то рука с несколькими заветными монетами. Дарья Токщива, Станиславчинский, служба новостей Армавира. На Кубани продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предотвращение эксплуатации автомобилей, тонированных с нарушением требований технического регламента. Так, за минувшие выходные, за нарушение правил тонировки в регионе задержано 295 водителей. В Армавире же водители, как говорится, ловят не только за слишком темную пленку на стеклах транспорта. В чем еще провинились некоторые автолюбители, узнала Юлия Чернышева. Стыдно, когда видно. Решили сотни армавирских водителей и затонировали окна своего авто. За 10 месяцев с начала года 1052 автолюбителя были оштрафованы за нарушение требований технического регламента. А точнее, тонирование лобовых и передних стекол авто сверх нормы. Полицейские предупреждают, что все нарушители будут наказаны. В праздничные дни со 2 по 4 ноября на территории города Армавира сотрудниками отдельного взвода ДПС ГИБДД города Армавира выявлено 10 нарушений с участием водителей тонированных автомобилей. По поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступили в силу 1 июля за управление автомобилем с тонировкой, помимо штрафа в размере 500 рублей, предусмотрено снятие государственных регистрационных знаков. Они снимаются до устранения причины запрещения эксплуатации, то есть до снятия тонировочной пленки. А вот некоторые армавирские водители плохо видят или же закрывают глаза в ситуации парковки на местах для инвалидов. Такое не только недопустимо, но и некорректно по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, рапортуют полицейские. Во время такого рейда с участием правоохранителей большинство водителей признались, что останавливались в неположенном месте из-за отсутствия других парковочных мест или просто поленились проехать парочку-другую метров до законного места парковки. На территории города Армавира было отработано 3 парковочных места, где имеются дорожные знаки и дорожная разметка для инвалидов. Это район магазина «Магнит» в районе Третьей городской больницы, пересечения улицы Урицкого и улицы Луначарского, магазин «Эконом», а также улица Луначарского, магазин «Пчелка» в районе мясокомбината. От 3 до 5 тысяч рублей сумма штрафа для водителей, нарушивших правила парковки в Армавире. Таковых за время полицейского рейда оказалось четверо. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Каждое 20-е зарегистрированное преступление в России – это квартирная кража. В Армавире же в последнее время участились кражи из домов частного сектора. По словам правоохранителей, преступников уже не так интересует бытовая техника. Все больше – деньги и драгоценности. За 10 месяцев в городе зарегистрировано около 100 краж. Более 80% преступлений данного вида совершается в будни с 9 до 12 часов, когда значительная часть населения находится на работе. Раскрываемость квартирных краж составляет от 15 до 20%. Нам нужна помощь граждан. Если они видят что-то подозрительное, пусть лишний раз позвонят в полицию. Каждый звонок в полицию будет отрабатываться. На каждый такой сигнал будут выезжать сотрудники. Не наказывать водителей из-за оставления места дорожно-транспортного происшествия предлагают депутаты Госдумы России. Разумеется, если конфликт был улажен автовладельцами на месте. Предположительно, такая мера позволит избежать возникновения пробок на дорогах из-за небольших аварий. В настоящее время водители имеют право покинуть место ДТП только в двух случаях. Если происшествие оформили сотрудники ГИБДД или участники разобрали его самостоятельно по Европротоколу. В последнем случае, если в ДТП нет пострадавших и участников двое, водители смогут самостоятельно заполнить извещение об аварии, прилагаться к полюсу ОСАГО, а затем подать его в свои страховые компании. Во всех остальных случаях законом за ОЕС вместо ДТП предусмотрено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком до полутора лет или арест до 15 суток. К новостям спорта. Воспитание Кармаирской детско-юношеской школы по самбо-джиду Давид Аганисян покорил не только спортивный, но и весь мир целиком. Чем так прославился наш земляк, стало известно и нашему корреспонденту. В столице Болгарии Софии прошел чемпионат мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. По регламенту в каждой весовой категории был заявлен только один спортсмен. Так, в весе до 81 килограмма, воспитанник Армавирской школы по самбо и дзюдо представлял не только Армавир, но и Краснодарский край и всю Россию. Каждые схватки были хорошие, целиком укладывался, провел 4 схватки. Первую выиграл у армянского представителя, вторую у узбекского и третью у таджикского. А в финале боролся с местным болгарином. Оставался буквально один шаг до награды высшей пробы, но от судьбы не уйдешь. Борец оступился и, как говорят, дал небольшую слабину. Но для 18 лет это очень хороший результат, и даже серебро, заработанное на чемпионате мира, очень дорого. Выхожу на ковер лучше, считаю себя лучше. Скажу, что ребеночек очень борется красиво, технично, и вообще в арсенале у него приемы всех, скажем так, направлений. И за его борьбой многие тренера и судьи с удовольствием, где он борется всех, подтягиваются к этому ковру, потому что борьба очень красивая и яркая. Самбист в течение двух лет был членом сборной России по единоборству и принес в российскую копилку немало наград. И в следующем году Давид настроен получить звание мастера спорта международного класса. Юлия Денишкина, Александр Ширелеев, служба новостей Армавира. В России насчитывается 1100 населенных пунктов, гордо носящих статус города. И каждый из них славится чем-то особенным. Санкт-Петербург, например, известен как культурная столица нашей родины. Иваново – город невест. Тула привлекает своими пряниками. А вот Армавир стал городом фонтанов. Когда закроются объекты на зимний сезон, вы узнаете из нашего следующего материала. Апрель 2009 года. Началось строительство одного из первых и самых больших фонтанов города перед администрацией. Диаметр его 28 метров. Тогда было решено, что Армавир станет городом фонтанов. И вот уже спустя три года задуманное стало реальностью. Сегодня в муниципальном образовании 8 фонтанов. Каждый из них оригинален и не похож друг на друга. Объекты отличаются не только своими размерами, но и архитектурными проектами. Так, например, два фонтана не имеют бассейн. Струи воды, как кажется на первый взгляд, уходят под землю и потом вновь прорываются сквозь бетонное покрытие. Все восемь водных сооружений ночью подсвечиваются разными цветами, а днем они играют в лучах солнца. За работой фонтанов следят специальные службы. Ремонтные, гиповские, а также те, кто непосредственно отвечает за их чистоту. Дело несложное, но необходимое. Таким образом, водные достопримечательности города радуют армавирцев и гостей весь сезон, который начинается в мае и заканчивается с наступлением осенних холодов. Обычно это случается в конце октября. В этом же году закрытие фонтанов выпало на 6 ноября. Далее их будут готовить к зиме. Некоторые из них на это время накроют дощатыми стеллажами и украсят неоновыми композициями. Наталья Замур, Александр Пензев, Служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Армавир. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж.